Ганс Христиан Андерсен, гадкий утёнок Хорошо было летом за городом. Старую усадьбу утопало в зелени. В зарослях лопуха, тянувшихся от самых стен дома до глубокой канавы с водой, мама утка высаживала утят. Наконец корлупки затрещали, и из них начали показываться клювики, а затем и пушистые головки новорождённых утят. «Пи-пи-пи!» – заголосили они, озираясь вокруг. Лишь одно самое большое яйцо оставалось целым, и мама утка снова уселась на него. Тут навестить её пришла старая утка. «Как дела?» – спросила она. «Да вот, одно яйцо всё не лопается», – ответила мама утка. «Зато остальные детишки такие лапочки». «А может быть, это индюшачье яйцо?» – спросила старая утка. «Брось его и иди учи своих деток плавать». «Нет, я посижу ещё немного», – сказала молодая утка. Наконец последнее яйцо лопнуло, и из него показался большой серый птенец. Какой же он был гладкий и не похожий на всех остальных утят. На следующий день мама утка повела всех своих малышей к канаве. Она вошла в воду, и тут же все утята прыгнули за ней и поплыли. И гадкий утёнок поплыл за всеми. «Нет, это не индюшонок», – подумала утка. «Это мой собственный сын». Да, он не так уж и плох, как показалось вначале. Скоро всё семейство добралось до птичьего двора, и мама утка представила утят самой знатной здесь утки испанской породы. Утята наклонили головки и сказали «кряк». К вечеру они освоились и стали вести себя на птичьем дворе, как дома. Только серого утёнка, который вылупился позже других, не взлюбили все. Его клевали и дразнили и утки, и индюки, и даже куры. На следующий день утёнок не выдержал. Через дыру в изгороде он выбежал с птичьего двора и помчался, куда глаза глядят. Вскоре он очутился на болоте, где жили дикие утки. «Но и гадкий же ты!» – сказали дикие утки, но не прогнали утёнка, а разрешили ему остаться жить на болоте. Здесь же утёнку попались два гусака. «Слушай, дружок, ты такой смешной, что нравишься нам!» – сказали они. «Хочешь бродить с нами, быть вольной птицей?» Вдруг над болотом раздалась стрельба, и оба гусака упали в камыши мёртвыми. Охотники окружили болото со всех сторон. Бедный утёнок был ни жив, ни мёртв от страха. Внезапно камыши раздвинулись, и прямо перед ним высунулась огромная голова охотничьей собаки. Собака посмотрела на утёнка и побежала дальше. «Не тронула! Видимо, я такой безобразный, что даже собаке противно съесть меня!» – подумал утёнок и притаился в зарослях. Польба стихла только к вечеру. Прошло несколько часов, прежде чем утёнок осмелился встать и побежать прочь с болота. Дул сильный ветер, было очень холодно. К ночи утёнок добежал до бедной избушки. Дверь висела криво, и он проскользнул через щель вовнутрь. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кот умел выгибать спину, мурлыкать и пускать искры. А курица прилично несла яйца, и старушка очень её любила. Старушка плохо видела и приняла утёнка за жирную утку. «Теперь у нас будут утиные яйца!» – подумала она. Но пришло недели три, а яиц всё не было. Живя в избушке, утёнок начал скучать по свежему воздуху, солнышку. И ему очень захотелось поплавать. Он сказал об этом курице. Но курица и кот не любили плавать и не могли понять, что это за занятие такое – нырять вниз головой. И утёнок ушёл от них. Он плавал и нырял. Но по-прежнему все называли его гадким и безобразным. Наступила осень. Холодный ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья и кружил их по воздуху. Раз под вечер целая стая больших чудных птиц поднялась над озером. Это были лебеди. Они летели в тёплые края. Бедного утёнка охватила непонятная тревога. Он полюбил этих птиц так, как не любил никогда и никого на свете. Зима наступила холодная при холодной. Полынья, в которой плавал утёнок, становилась всё меньше и меньше. Наконец она замёрзла, и утёнок примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин. Он спас птица, принёс его домой и отогрел. Дети крестьянина захотели поиграть с утёнком. Но он испугался. Кинулся от них и попал в подойник с молоком. А оттуда в бочонок с мукой. На кого он стал похож? Хозяйка гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног. Хохотали и бежали. Утёнок выскочил в открытую дверь, кинулся в кусты и долго лежал на снегу без чувств. Много бед принёс маленький гадский утёнок в эту суровую зиму. Наступила весна. Солнце пригрело землю своими тёплыми лучами. Утёнок взмахнул крыльями и полетел. Он указался в большом саду. Цвели яблони и сирень. Из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Полечу к ним, к этим красивым птицам. Они, наверное, заклюют меня за то, что я осмелился приблизиться к ним. В это время в сад прибежали дети. Они стали кормить лебедей. А самый маленький из них закричал. «Смотрите! Новый прилетел! Новый лебедь лучше всех!» Утёнок опустил голову и в чистой воде видел своё отражение. Он был уже не гадким серым утёнком, а прекрасным белым лебедем. В один миг промчались его памяти те дни, когда все смеялись над ним. Но вот он смахнул крыльями, вытянул шею, и из груди его вырвался лекущийся крик. О таком счастье не мог и мечтать, когда был гадким утёнком. Субтитры подогнал «Симон»